Вот эти яблоки, и это Апорт Алматинский, и это Апорт Алматинский. Его бы я достал у Байковой кандидата наук, Крушинский, ГСВУ. У меня была своя линия. А я не привык быть вторым. И все-таки отдаю должное нашим ребятам. Сейчас я вам покажу. Так, все-таки отдаю должное. Господи, сколько у нас талантов. Жаль, что... Вот так бы, как бы сказать-то, селекции людей нету, чтобы пошли в эти университеты, в Академию, те, кому родился для этого. Вот один из таких. Сейчас покажу. Там за облаками. Вы с ним знакомы, но вы знакомы только с моими фотографиями. Помните? Я хожу, сфотографирую, фильм сниму, несколько фильмов, все участие. А сейчас я просто целиком. Чем наша страна богата? Посмотрите. Ну, прежде всего, заслуженный художник Хакаси. Кстати, ни разу не говорил. Ну, ты там, Константинович, призови там, чтобы у меня хоть пару картин купили. Вот. Вот его картина уже заодно. Ну, это просто его, он мне взял и прислал свой этот файл, или как он там называется. Просто взял и прислал, все подряд. Вот я вам показываю все подряд. Как раз времени осталось. Смотрите на эту красоту. Один раз, говорит, кто-то все-таки попросил у меня его телефон, и купил у него картину. Так, наверное, экран побольше сделаем. Красота какая. Здесь по судову все будет. Те, кто не любят живопись, а кто любит, не любит. Как у нас эта самая новая министра культуры. Ненавижу его выставки, ненавижу. Как эти, как классическую музыку, ненавижу консерваторию, ненавижу песни, дизельные. Чем она заработала министра культуры. Боже мой, а вот она, настоящая культура. В нашем тайжном тупике. Полюбуйтесь. А вот это его, это самое. Это его сад. Вот интересно, да? Вот вода, да, как живая. Как можно нарисовать? Я ничего понимаю. Вот я бы взял кисточку и начал мазать. А как можно вот эту воду нарисовать? И деревья я еще просто мог. Ну, там, помните, как человек рисует. Кружочек, две палочки руки, две палочки ноги. А как вот эту воду нарисовать? Как можно нарисовать? Ничего не понимаю. Меня бы расстреляли, даже никто бы и не понял, что я воду нарисовал. Ох, здорово. Я, когда у меня плохое настроение, я беру и включаю этот файл. Теперь вы можете так же. Вот интересно, да, бывает природа, на картинках, красивее, чем настоящая. Причем, мне кажется, художник не должен повторять за природой и делать похожее. Он должен делать еще красивее. А знаете почему? Потому что райский сад, друзья мои, когда-то был. Был райский сад. Был. Вот. И были нормальные люди. Высокоразвитые. А мы только одичавшие потомки. 21 век. Ракетами, кассетными бомбами. Город Белград. Город Донецк. С детьми, с женщинами, со стариками. Вот. Одичание еще не прошло. На душе щемит, когда я вижу такое. Скоро ничего этого не будет. Вот он, наш герой. Мы все ровесники. Значит, ему тоже скоро 70. Тонок. Вот. Вот эта фотография. Или эта, или эта. Я уж не помню. Умудрилась из-за меня. То есть, она перекочевала какой-то ко мне на мой сайт. Вот. Причем, это же мои апрекции. Персики мои. То есть, это те самые мальчатые деревья, которые перекочевали в его сад. С моего сада. Однолетними саженцами. Вот. Теперь он может гордиться. Его фотография теперь тоже украдена мошенниками. Это его жена. Мы называем с ним аппорт право-красный. А там, черт, черт знает. Вы такие специалисты. Вот. А вот это мы называем аппорт алматинский. Вот. И вот мне интересно было, да. Меня же в Казахстане тоже смотрят. Но там, видимо, то же самое. Есть люди. Есть руководство. И вот когда Назарбаев, бывший президент, обратился, мне же прислали информацию, что он обратился ко всей нации. Вот алматинский аппорт. Пришлите. Нет, не так. Найдите. А они же сады вырубили. Русские выезжали. Украинцы выезжали. Евреи выезжали. Немцы выезжали. Ну, первый этап-то, знаете, это называлось. Вы же оттуда. Это сейчас там более-менее цивилизованы. А в то время за тысячу долларов вот такой дом продавали. Вот. А въезжал казах и первым делом брал бензопилу в руки. Это все на полном серьезе. Иначе бы президент Назарбаев не обратился ко всей нации. Найдите аппорт настоящий и восстановите. Я взял, пошел к Чернобаеву. Говорю, ты представляешь, такое дело. Я говорю, жди, сейчас я сниму про тебя фильм. Фильм там, ну сколько, тысяч пять или десять. Посмотрел на роду, да? Давно уже, года три или четыре прошло. Как я в его саду снял фильм. Вот такой, с этими яблоками. Говорю, жди из Казахстана и не продешеви. Им нужен настоящий аборт. А у них в Казахстане его нет. Это такой позор для всего. Ну это нормально. Там же такая же сидит научная немощь, так назовем. Вот. Это как кто-то мне с Эстонии или с Литвы или с Латвии. Давно его письмо прислал. А я такие письма запоминаю. Вы что, думаете, наши ученые умнее ваших? Говорю, такие же. И так же у нас никогда не растет. Ну понятно. Так вот. Эту фотографию я уже несколько раз показывал. Но никогда не говорил, что это мое. Это потому, что и яблоки не мои, и дочка не моя. А вот это дочка нашего друга Чернобаева Леонида Дмитриевича. Так что. Вот видите, красота какая. Эй, казахстанцы. Теперь уже никому не нужны яблоки настоящие. И еще не поздно вернуть в Казахстан. А почему мне не прикалываться? Кому мы нужны? Про это, про Чернобаев, как про меня. Два дня у него приехал ко мне, к Курдюмам. Вот. На неделю. И полтора или два дня прожил в Чернобаеве. Не мог выбраться с его сада. Представляете? Вот. Я даже чуть-чуть не житься начал. Попробую откажись от знакомства с такими обаятельнейшими людьми. С такой семьей. И с таким садом. Еще покажу. Я ему говорил несколько лет назад. Бросай. Это самое. Ворачивай саженец. Нет, я художник. Для себя вырасти. Вот, посмотрите. Это тот самый, один из моих, этих самых первых, что к нему переехало. Я всегда подчеркиваю. Мое. Это мой саженец в его саду. Персик. Знаете, когда я начал показывать такие вещи. А кругом же соцсети, кругом отзывы. И уже мерцов сказать, да этого не может быть. Да это все вранье. Да это с интернета передано. Не. Я же фильмы снимал. Прямо живем. Вместо этого. Что-то мелкие персики. Опять не угодили. Мелкие персики. Красота какая, да? Сегодня я разговорился. Да, устал я только от дилекции читать. Интересно. Зачем он фотографировал эти самые ранетки одичавшие? Ага, вот почему. Видите, вот это вот и есть одичавшая ранетка. в тайге. Я их различаю. В Сибирке они немножко другие. Это ранетка, которая волей судьбы попала в тайгу. Хочу туда, где плохо живи. Я хочу. Вот. Галина, моя оппонентка, сказала, неет. Я написала, что ей сейчас больше нравится. А мне хочется туда. Это не надо было бояться ни СПИДа, ни коронавируса. В Азовском море рыба водилась. Вот это можно было... Как такая богатая страна так обещала? Она перешла на это, на траву. Помните банки? Трехлитровые банки с яблочевым соком, трехлитровые банки со сливовым соком и с томатным соком. И все это без консервов. Боженьки мой! Что мы потеряли? Не обязательно терять-то было. Как начали разварывать все. Хватились. А ведь это все надо вырастить было. Выкормить. А денег нет. Все украли. Был бы я президентом. Сейчас бы девочки вот такие выходили. Все в одинаковой форме. До 18 лет никаких различий. Между богатыми и бедными. Никаких комплексов неполноценности. Я не знаю, почему здесь эти фотографии. Я этого не знаю. Я просто листаю все подряд. Яйцо вареное. 13 копеек. Худых не было. Нет, толстых не было. Да, и пломбир правда был вкусный. Почему сейчас не могут сделать вкусным? Я до сих пор понять не могу. Ну пусть бы он стал в два раза дороже. Но как-то специально что ли. Надо травить. Ух, вот это интересно. 2,87. 32, помню. Пшеничка. Ой, какая вода. Ой, все, проехали. Тарифы. 0,04 копейки или рубля. Первая категория. Подъезды это разведчики. Ладно, потом прочитайте. А это тоже от меня ему попало. Но настолько самостоятельная личность, что у него же это получилось в отдельных случаях более удачное дерево, чем у меня. Посмотрите, красота какая. Сочетание крупностей и сладостей. В частности, у меня два таких сорта. Это московский гигант и лесная красавица. Два сорта гиганта с вкуснейшими плодами. Художник есть художник. Художник на то и художник, чтобы делать такие красивые вещи. И так сфотографировать тоже мог только художник. Это моя ника у него в саду. Сделал бы это. Для того, чтобы хоть бы сказал. До прошлого года. Я случайно говорю, слушай, почему моя ника неправильная? И тут я его сняю на абрикос привел. Это наглость какая, да? Вот так. Вот таких это. Кстати, он не мой ученик. Абсолютно самостоятельная личность. Это тоже моя, это Жуковская. Как он говорит, мы их не едим, мы их жрем, говорит. Чтобы вишня была с такими качествами. Это здорово. Это мои абрикосы. Вот. В его саду. В его саду. А вот этот абрикос стал бы рекордсменом. Но я не знал, что он это. Он не сфотографировал. Мне не сказал, приезжай и покрывай. Знаете, как все-таки рекорды регистрировать. Тут 120 грамм это точно есть. А у меня еще до 120 чуть-чуть не дотягивает. Вот так он меня обидел. Вот с этих художника есть художник. Не зря сфотографировал бабочку. А это уже сувенир Востока. Все, ребята. Все закончилось. И как раз нам пора с вами закругляться. Два часа прошло. Вот. Все, что я хотел оба сегодня сказать, я сказал. КОНЕЦ ПРОНsystem. Продолжение следует...